Пришло время знакомиться, уважаемые телезрители, это Точеный. Точеный, это телезрители. Мы сегодня в Федерации конного спорта Пермского края, погода прекрасная, так что предлагаю пойти на улицу и осваивать азы верховой езды. Да? Будем осваивать азы верховой езды? Ты мне будешь помогать. План на сегодня таков. Освоить рысь, голоб и попытаться перепрыгнуть через микробарьер. Моя наставница Ирина Ичитовкина уверена, что новичок под присмотром это сделать сможет. Итак, по коням. Мы начинаем наше обучение. И сред защиты обязательно каска. И самое время попытаться оседлать этого коня. Вот такая приступочка. Многие подумают, что это такое, ну, что-то детское, совсем для новичков. Но говорят, на спортивных лошадей лучше с чего-то садиться. Это так безопаснее для спины. Устроившись седле, настраиваем стремена так, чтобы при необходимости я мог на них встать. Мы готовы приступить к шагу. Точеный должен разогреться. Мы начинаем с простого. Надо правильно держать повод. Вот таким образом. Три пальца сверху, мизинец снизу. Для того, чтобы конь пошел вперед, немножко пяточками сработаем и тихонечко за всеми по часовой стрелке. Со стороны может показаться, что проще ничего быть не может. Конечно, это не так. Всегда нужно напомнить про баланс. Держать прямо спину, пятки тянуть вниз, а локти прижимать к туловищу. При этом не слишком отпускать повод. Пока все получается. Проводя аналогии с автомобилем, мы перешли на вторую скорость. Пошли рысью. Здесь потяжелее. Нужно вставать и садиться на ногах, помогая коню. Пожалуй, главное, что должно случиться, это контакт наездника и лошади. В этой паре главным должен быть человек. И если это получилось, все остальное дело техники. Я думаю, что никому особо не нужно объяснять, что лошадь отправляется с помощью повода. Чуть-чуть потянул налево, она идет налево, направо, направо. Но это только в теории. На самом деле, это же живой организм. И с ним надо как-то договариваться и сосуществовать вместе. Только тогда что-то начнет получаться. И ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя лошади бояться. У нас с Точеным полное взаимопонимание. Я даже ощутил себя одним из трех мушкетеров. Однако главное еще впереди. В плане на сегодня последним пунктом значится прыжок через самый маленький, но барьер. К нему нужно подготовиться. Ну что, вот теперь у нас есть будущая преграда. Мы должны ее будем перепрыгнуть. Но пока проходим. Однако перед прыжком коня необходимо поднять в голоб. Для начала пробуем это сделать на небольшом круге под присмотром Ирины Четовкиной. Опять-таки, если проводить аналогии с автомобилем, мы сейчас выходим на третью передачу. То есть шагом походили, рысью порысили, сейчас в голоб надо выходить. Расскажите про посадку и как мне себя вести в голобе. На голобе надо стараться сидеть плотно в седле. Расслабить спину, подпрыгивать не надо, стараться двигаться вместе с конем. И в этом нет ничего сложного. Лично мне показалось, что скакать голобом гораздо проще, нежели идти рысью, по крайней мере наезднику. Сделав несколько разогревочных кругов, выходим на барьер и берем его. Пусть со стороны это больше похоже на перешагивание, для нашего дуэта этот прыжок – повод для гордости. Я должен сказать, что задачу максимум мы с точеным выполнили. Маленький барьер мы преодолели. Но, должен сказать, что если вам кажется, что верховая езда – это что-то сроднее с прогулкой, это совсем не так. Физически ты устаешь очень сильно. Проверим на себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова